Экс-наставник футбольного Иртыша в ближайшее время может возглавить сборную Болгарии. Предложение Димитар Димитров получил после неудачного выступления национальной команды в отборочном турнире к Евро-2020. Однако окончательное решение, как прокомментировал нам специалист, он примет после спортивного арбитражного суда, где будет рассмотрен его иск против Павлодарского клуба. Заседание состоится в конце октября. Тем временем в Талдыкургане назвали обладателя суперкубка по волейболу. Обладателями суперкубка стали волейболистки ЖТСУ. В родных стенах эта команда оказалась непобедимой даже для действующих чемпионок нацлиги и кубка клуба «Алтай». Обе дружины турнирную дистанцию начали уверенно, обыграли главных конкуренток Иртыш, а затем встретились в очном поединке. Стоит отметить, к сезону Павлодарки подготовились основательно, в свои ряды привлекли опытных Мудрицку и Тарасову. Однако в Талдыкургане выступали не сильнейшим составом. Травмированы Олейникова и Карапетян, восстанавливаются еще Сахарова и Богдашкина. Намного игроки больше друг друга чувствуют и взаимосвязь лучше. Все игроки в этом году очень, можно сказать, опытные. Знают свое дело, знают, зачем они этим занимаются и для чего. Поэтому я уверена, что этот год будет очень насыщенный и интересный. А первый раунд чемпионата Казахстана стартует в конце месяца. Новшества этого сезона – туры национальной лиги, разбиты на малый и большой. Начинают с мини-этапа. Волейболист Киртыша отправляется в Караганду, где сыграют против клубов «Астана», «Куаныш» из Петропавловска и хозяек площадки. В Усть-Каменогорске встретятся команды ЖТСУ, Алматы и два состава «Алтая». Субтитры создавал DimaTorzok